Алло, привет еще раз. Прием, прием, вы меня слышите? Да, да, мы слышали, посмотрели, прокомментировали, записали, выложим. Какие у тебя эмоции по поводу прошедших игр? Отличные эмоции, я аж подпрыгнул, начал танцевать, радоваться, что выиграл у непобедимого Милу. Ну, отлично, одним словом у меня все отлично. Классно. А ты ожидал застройку, да, во второй игре? Я где-то ожидал с половины, как я Т1 на Т2 делал тег. И увидел, что он все время начал бегать мои эти, как это называется, Орк Буру? Да, Бурус. Как по-русски. Ну, Логово, да, Буру. Да, Логово он начал мои карасить, я сразу понял, что здесь что-то не то, то есть он собирается выиграть время, делает фаст тег. Наверное, он быстрее Ламбор Милл сделал, да? Да, верно. И поэтому я сразу Гранд Татт четвертого убрал и вместо этого сделал Вармию себе. И потом Панду, а Панда вообще отличная СМИ. И Критикал я ему сделал, ты видел, да? Критикал? Критикал Панде? На втором уровне? Да, да. Ману дороже. Пары никуда, зачем кидать. А так, может, и башни будут мисать периодически. Да. Ну, а не словом, я рад. Игры были нормальные, в первой игре я сначала ступил немножко, туда-сюда бегал, а потом все пучком было. Да, ну мы это выложим на сайте, если вдруг кто-нибудь, кто-то не успел. Я первый буду. Да, да, да. Коммент сразу же такой, первый, молодец, хорошо сыграл, я. Да, да. Ну здорово, действительно, там радовался, радовался. У меня здесь инфа есть, сто процентов. Так. Мы можем посмотреть игру третью Долориан против Эрика. Павак ТВ? Да. Давай. А чем она интересна? Тем, что Эрик, он сам про себя говорит, что он самый лучший игрок мира, только проигрывает игры из-за того, что у него или мышка не работает, или интернет не работает, или бедлак, и все такое. А Долориан, это с моего клана, я надеюсь, что он выиграет, потому что тогда Эрик будет в ARC и везде там опять плакать, что у него типа молния ударила в компьютер, или машина переехала его ноги, когда он играл на педалях, или что-то такое. Ну, они, в словах, это будет игра года. Хорошо, я сейчас попробую Аббера добавить в конференцию. Секундочку. Ну, еще Аббера, он выиграл хотя бы? Нет, он, к сожалению, не выиграл. Жалко. Ну, давай пока загружим на Ancient Tiles, да, вот эта вот третья игра, Эрик, Долориан. На 12 часов опять? Да, 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 так же, так же. Алло. О, привет. Алло, прием, Аббер. Сокол, тебя сложно не узнать. Так, может, вы вдвоем покомментийте, а я пойду? Куда ты пойдешь? А ты стесняешься? Что? Стесняешься? Да, я такой вообще, нет, просто... Оставайся, ты что? Я бы нашел бы, чем заняться, знаю, троем, не очень удобно. Да так бы вдвоем, но это, поплакали немножко, такие имба эльфы. Нормально пока. А, ну, в общем, мы майкера задвигаем, короче. Да, 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 я буду просто молчать, а вы общаетесь. Тем более у меня тут... Нафиг он там сдался. Это самое, загружай игру в Вахтиви, которые Эрик против Долориан, третий решающий, Сокол рекомендует. Он объяснит, почему. Эрик Долориан? Эрик, чё-то знакомый, Эрик. Ну да, он это... Бановались за то, что он читывал, за то, что он и игры покупал, потом, чё ещё про них с ним было. Он всех флеймовый, ну, одним словом, такая перзона, которую никто не любит. А, вспомнил, вспомнил, он на прошлом кланваре Абдера слил 2.0. А, то... Да-да, он сказал, что ты там вообще не умеешь играть, у него мышка сломалась или чё-то такое. Точно-точно. Нет, он сказал, что я слишком плохо для него, он не может против меня играть. Пайкер, я тебе чё говорил, когда Абдер... Перед тем, как Абдер... Да-да, подтверждение полное твоим словам, здорово. Может, попробуем как-то его подключить? После матчевого интервью. Сейчас, подожди, тут мапс, фрозентроны, какие-то директории странные для карты. Я сейчас помещу. А, у меня просто карта не так названа. Сейчас всё будет. Понятно, в общем, вы просто позитивного парня выбрали, да? Ну да, он хороший, он может поднять настроение всем присутствующим. И игрой так чатом. Называется. Я вот реально... Я все реплеи Эрика качаю. Я, правда, сами игры не смотрю, но чат я всегда читаю. Сейчас я запаузу. У меня то же самое. Я на прошлой неделе же против Эрика играл. А, ну и как? Я бы ничто жил за 10 минут, две карты. Просто его в землю втоптал. Не, ну не есть минут, 15 минут, скажем. Ну и что он говорит? О, я бы тебя как сына сделал, но, блин, у меня сегодня плохой день, я мало спал, всю неделю не тренировался, а так я бы тебя всё время выиграл. Ну, может быть и выиграл, но за последние два года он, по-моему, ни одной карты у меня не выиграл. Окей, я готов. Классно. Так, давайте стартуем игру на счёт три. Раз, два... На двенадцать скоростей. На первой скорости. Раз, два, три. Всё, поехали. Общайтесь, я ржу. Да нет, ты поддерживай разговор. Ну давай, Эрик ещё ничего не сказал, поэтому рассказывай, что Эрик будет тут делать. Так, моё предположение, Эрик играет стандарт для начала, потом он делает Т3 тег и масс бетс или вивернов или чего-нибудь такого, потому что другой не может просто. И когда он будет проигрывать, он напишет, что нужен петч, потому что эльфы вообще имба раса и всё такое. Ну, это моё мнение. Застроится тысячи башен бетонных и будет флеймить его, да, пока тот будет сносить эти башни. Всё, понял, хорошо. А потом ещё проиграет, не бойся, он проиграет, потому что башни нечаянно его будут самого атаковать, потому что он, это, корявые руки, растут не с полометра. У него мышка сломалась. Да, у него мышка на Friendly Fire стоит. Нормально. Так, ну вот, Blade Master подбегает к Арчеру, он хочет атаковать Арчера, а атакует Demon Hunter, Demon Hunter бежит, его блокирует овца, Demon Hunter, Demon Hunter остается около овцы, он знает, что овца его будет защищать. Blade Master бежит рядом, атакует теперь Арчера, ну вы посмотрите, что здесь творится, он делает виндвок, и сейчас Арчер падает, потому что его Грунцер убьёт. О, нет, всё, Арчера убили, но Эрик, нет, Эрик. Грунцер. Да, мы, по-моему, я... Да, я тоже подкрутил немножечко. Поздно с тобой. Ну, теперь должно правильное быть время. Блин, мы, конечно, отмотались вперёд, а он назад, да? А, мы отмотались? Я тоже. Вот сейчас Moonvelle он построил, нет? Войска отступили в бой. Ну, давай, сколько времени? 17-25. О, подожди, паузу нажму. У меня 17-44. Давай, говори, когда у тебя 17-40 будет. 17-45. Да, 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 стартует. Всё, я пошёл. Отлично. Дима Ханта лечится на Moonvelle, он нашёл отличный девайс, называется Gloves of Haste. Блейдмастер покупает себе замазку и замазывает своего Грунцера, так медленно, знаешь, замазывает массажик, чтобы Грунцер не разозлился, но Дима Ханта это заметил и бежит за Грунцером. Но здесь этот пион, а, пион корявый, неправильно блокирует, всё, Эрик проиграл. Смотрите, база, база, смотрите на базу Эрика, он делает башню. Застройка. Застройка на Т1. Он заказал Грунцер на Т2. Эльф просёк это, уже строит три АУВ, то есть отлично, будет отличный чат, я уже радуюсь. Блин, у меня уже слёзы эти, надо толпетки принести. А, нет, Эрик Т2 заказал. Ога. И бараки сразу тут же отменены. Там висп висит, всё палит. Он вообще беспалевный такой, знаешь, висп висит он, его рубят. Ты вот скажи лучше, как реально сложнее против Демона с перчатками или нет, или это фигня вообще? Демон, перчатки, мне кажется, это самый лучший девайс для него. Потому что лучше, чем церклет или эти когти. Потому что он и так супер имба, и ещё у него эти. Слышишь, Майк, ты вставь тебе, говорю. Да, 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 ты как раз про перчатки мне и заливал. И еще ему арбу надо покупать, и тогда он вообще убит с динозавров. И, кстати, что я вам хочу сказать насчет Димона Хантера и арбы. Вы знали то, что если арбой, например, атакуете Грунцера, да? Гранта. Один раз атаковали, в этот момент передаете арбу второму герою, он атакует Гранта. В этот момент передаете третьему герою арбу, он атакует Гранта. И Грант получает троекратное повреждение от язвы. Вот эту сечку хорошую говоришь. Это по-настоящему так, это мы с Грубым пробировали, блин, это уже по-немецки. Мы с Грубым это проверяли, и это зверство. Ты только подумай, одной арбой 325 долларов. Деньги, какие у каждого эльфа есть, потому что он на свои мины в 2 раза больше золота добывает. То есть, такие дэмэдж делать, что расплачется любой орк, но при этом так, что каждый эльф, нет микро-менеджмента у них, они не могут это делать. А если эльф умный, то он легко может выиграть. Ну ты представляй, с одного удара 180 дэмэдж. Ну да, поконтролить только надо. Ну да, а вот эльфы не могут контролить, поэтому... Ну Майкер бы смог так делать. Я в Майкере не сомневаюсь, Майкер это не эльф, Майкер это год. О, год! Он вообще на ЛТС-центров форжой сразу застраивается. Так никто не делает. А тут игра, бессмайтер, бессмайтер, смотрим. О, какой стоп! О, есть хп еще у них... Сколько хп это сказал? Где чат? Где чат? Эрик, чатуй, пожалуйста. О, переводи. Я в Воль, Майм Фройн. Эмо в Фрацию, отлично. Ну теперь еще переведи это. Было бы вообще замечательно. Ты просто счастливчик. Больше ничего ты не можешь. Лицо эмо. Я скажу, конечно, специально для людей, которые... Потому что здесь случают дети маленькие, поэтому я перевожу это специально так. Из всяких матерщинных слов. Ясно. Классно. Я уже весь раз так взволнован, когда в жизнь. И Т3 делает, еще застраивает в крысу. Что я и говорил, я Эрика знаю наизусть. Это не человек, это машина. Ну что-то, по-моему, тут, по-моему, так все будет. Все. У Эрика? У Эрика теряет всю свою экономию. Но при этом он может уничтожить один Ancient of Wind. Вы посмотрите, какая у него отличная стратегия. Бросай армию, беги. Ну да, он, правда, все норы потеряет, а так нормально. Ошибись. Слава богу, что он это теряет. Я очень рад. Отлично. О, я уже как рад. Может, Эрик просто с юморком, парень? И зря ты его так обижаешь. Не, он Чезарфи, или как это называют, у него расстояние личности. А. Ну тогда, может, не стоит обижать человека больного. У него еще сейчас дерево кончится, и совсем только печатать и останется. Как он спортфайт не может сделать это, как это по-русски? Бетон! Как он бетон не сможет сделать? Спайк. Спайк! О, лэк! Гоу, реа! Гоу, реа! Сразу должен Эрик говорить. Сохранять! А то Эрик сейчас нажмет альт ку-ку и скажет это ку-ку. Меня случайно выкинули, да? Блин. Отлично, отлично. Давай. Давай, дол. О, э! Полу проигрывает своего героя. Че это такое? Нет. Ой, ой, ой. Дол надо ТП делать или покупать третьего героя. Фаерлорда, если бы сейчас купил, это было бы так отлично. Может, он кип... Войска вступили в бой. Он кипера, наверное, хочет заказать. Да, заказывает. Время идет. Мунвейлы теряются. Боже мой, ты не проигрывай такую выигранную игру, солнышко. Да, тут, конечно, до бетона еще долг Берику. Да. Как пешком до Шанхая. Давай беги к шопу. Покупай арбу. Передавай ее и мочи всех. Давай, успей, успей. Ты ему фишку-то это сказал, сокол? А? Фишку это рассказывал ему? А, нет. Ну, а как он тогда будет это делать? Он думаться должен. А, ну нифига себе. Я же с грубым додумался. Так может, просто разных грантов бить демоном и не париться? Да, но при этом, ребята, все равно дамаг не такой будет большой. А если ты, смотри, бульдарь демона 2 секунды, если ты за эти 2 секунды успеешь передать арбу на 3 героя и каждого гранта ударить, то у тебя максимальный демэдж будет. Эрик, кстати, мозг, смотрите, он практически завел к застройке, к своей, но чуть-чуть не хватило эльфу. Да что там застройка, катапульт там в жизни не будет у Эрика вообще. С бетоном еще. Это просто сейчас его приходят, убивают. Просто сейчас его придет, убьет эльф. Вот, кстати, он по-разному бьет, поударял по каждому из грантов. И он такой же получается. Да, такой же. Не просто эльф, но супер эльф. На город напали. Где же бетон? Что он не заказывает бетон? А, лес нужен, 225 леса нужно. А, не 150 раз. Кажется, 225. Куда он потратил? А, он нагл купил третий. Нагл? У него точно мозгов нет. Нужно став срочно передавать демон хантеру, а то он немного рискует. А если орку быстро передать, там, не, это, грантов похитывать. Ну все, сокол помешался на своей чудо-теме. Войска вступили в... В следующий раз это буду играть этим. А, представляешь, а если орковскую орбу передавать? И чего? Сокол, ты только не переходи на эльфов из-за этой фишки, ладно? Причем, я считаю, что игр сокола 0-2, 0-2, 0-2, 0-2, но зато эльфам и передавал орбу. Да, да, зато в каждом он показывает чудо-фишку. Да, но это башни у Эрика отлично стоят там, это... Я не знаю, может, это... Как они по-русски называются, эти башни? Разведывательные башни или... Сторожевая вышка написано. Вот они по-настоящему, сторожевые вышки, сторожат этот флаг. Вообще-то у меня написано «Сторожевая башня». А, вышка башня. Ну, Эрик, по-моему, последнюю свою надежду просто уничтожил. Да, Эрик Беттон делает, Эрик Беттон делает, это его последняя надежда. Да, у него лес это вообще 17. Ну, у Дола нету этих, как называют, лечиться, чтобы... Та ночь пошла, только началась ночь. Это хорошее время для Эрики. Сейчас все будет. Майкер, майкер, фишка. Так что? Когда я тебе спросил, что учатся здесь в вузах или на школе, я про высшую математику тебе сказал кое-что, что я ее уже стал. А потом, когда я против милого играла, я все время о тебе думал, потому что я тебе хотела один анекдот рассказать, на счет высшей математики. Конечно, рассказывай. Ну, у меня еще это, надо вопрос. Есть же корень, правильно? Есть корень, корень, да, есть корень. Чтобы, например, стоить 4, корень из 4, и чтобы решить это, как это называется, вытащить корень или... Извлечь. Извлечь, вот, отлично. Все, теперь у меня все русские слова есть, которые мне нужны. Одним словом, немецкая шутка, переведенная соколом, и копирайт на сокол. Хорошо. Что такое высшая математика? Это, когда ты ночью извлекаешь корень из незнакомой. Ха-ха-ха. Ну, мы посмеемся, конечно, но, по-моему, на русский она не переводится. Не хочу тебя корчать. Ну, у меня салфетки есть, можно поплакать, выйти. Сейчас будет грехи плохой. Ну, ты все равно смешной славу, поэтому не расстраивайся. Не важно, какой анекдот ты рассказываешь, что это не принципиально, абсолютно. Циклон! Ну, 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 что, смотри, теперь это имбол, сейчас его в несколько раз циклонят, у него маны нету на второй битвоку, у него, давай, циклон, циклон, циклон. Да у него еще, а, только замигал, да, нормально, можно, через один циклон надо сделать. Давай, циклон. Сейчас мы верну. Сейчас мы верну. И много, все, 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 все. Ну, 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 ну. Эй, зачем? Что это было? Он сейчас может вывок сделать, мы можем. Что делать? А, он верн пойдет. Это еще лучше. Моноберн сделает. Ну, ладно, хорошо. Айкер, у вас на моем странице сайт рушится. Да, я знаю, есть такое. Системный администратор мониторит. Много действительно народу, я согласен. Но те, кто слушали, они продолжают слушать, поэтому... Ой, Авер, тебе стало так хорошо слышно прям. Сокол, а ты можешь поближе к микрофону? Да, сейчас, подожди, я можешь его просто погромче. А, я его, может, включу? Сейчас меня слышно? Тебя слышно, отлично. Хорошо все. А вот теперь не слышно. Не слышно? Вот теперь слышно. А, не, я просто это, того... Там переводить надо, переводить надо, давайте. Нам срочно нужен переводчик. А, блин, а я комменты читаю в этом, как его назвали. Ну, 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 ну. Тут кейм, как тролль. Он написал, он идет теперь АФК, Away from keyboard. Потом он желает много шпас по-русски, не знаю, но он желает, чтобы Долориан увлекся, типа ему это нравилось и все такое. О, и опять отлично, Эрик, спасибо, я тебя люблю. Он опять написал, что он 34 часа не спал, а Долориан сразу контрит его и говорит, а я 40 часов не спал. Еще, пожалуйста, его маму обить, пожалуйста, про маму что-нибудь покажи, Эрик, что ты не Эрик. За маму и по лицу можно. Что-то и дело, Эрик он такой, он всех феймливает, и маму, и папу. Блин, но Эрик явно не намеревается уже особо сопротивляться. Да не сори, он два бистеры стоит, он хочет бет сейчас делать, но у него золота не хватит. Он, наверное, не смотрел мою игру против Мунфенс на Тортурок, вы видели ее? Стыдно, но нет. Ну, я не видел просто. Против супер-мега-корейца Мунфенс, который играл только талонами и эльфом, он играл, как всегда. Я думаю, это даже переводить не надо. Я решил его не унизить, просто уничтожить, потому что я эльфов ненавижу. Я все нычки забил, башнями застроил и написал посередине карты бетоновыми башнями эльф. Когда он это увидел, еще 100% плакалов, он вышел из игры. Жестокий, но надо посмотреть эту игру. Плилось один час. Всем советую посмотреть. Вот, смотри, 50 евро про вин, что там, интерсет-мач. Да, это дает на ЭПС 50 евро за победу. Да. И Эрик говорит то, что для него это не деньги. Да, он просто это, уже немножко того в голове, я же говорил. Самое интересное, что у Долориона вообще полторы тысячи голды, экспант. Не, он знает то, что Эрик сейчас начнет леймовать его и, наверное, экономит, чтобы на Медведик, на Мишек пойти его. Мишка. У нас в России как раз на Мишек и ходят, да, на Медведей. Да. С голыми руками. Или с рогатиной. У меня есть анекдот отличный про Мишку. Немецкий переведенный? Нет, русский от сокола. Давай. А, давай. Одним словом, два охотника встречаются, и один говорит. Вот, сижу, пошел на охоту, но Медведя. Нашел вон на нору. Заглядываю туда с дулом. А там никого нету. И вдруг в этот момент, кто-то кладет мне лапу на спину. Я оборачиваю. А там моя собачка, Бобик. Но в штаны до сих пор кладу. И вдруг ввели в бой. Ну ладно. Что-то непременно. Там друг к другу окончание, кажется, было. Ну типа уже остановиться не могу. Понимаю, остановиться не могу. Ну здорово. Здорово. Да, отлично. Это всякие люди слушают, которые нельзя слушать. Нет, ну это как бы в пределах цензуры просто это за пределами. Ладно, хорошо. Тут минус грант у нас и Хелен Вард стоит. Отлично. Где она упирает новое? Две тысячи голды у эльфа. Он просто не спешит. А при этом две тысячи золота осталось на ине. Да. Да он просто уже время тянет. Он сейчас башнями застроится и будет флеймить. Ну как и предполагалось на самом деле. Тобой же. Ну да. Я точно угадал стратегию Эрика, в принципе, на игру. Застроится башнями и флеймить. Ой-ой-ой. Здесь действительно такое колоссальное строительство развернулось. Вообще, я бы за это снимал вообще. А эти игры транслируют на ESL? Эту игру, да. Ой, бедные комментаторы. Там, о чем общаются сейчас? Я не смотрю, я смотрю нашу игру. О, сейвгейм отлично. Правильно, правильно. Не, смотри. Почему я еще раз? Эту игру транслируют комментаторы по всему ESL. То есть, Эрик Флеймует, то есть, он получит штрафные очки. То есть, у него все деньги, которые он заработал, будут вычтены и разделены между игроками и ESL. Это очень так рад. Поэтому я ему вдавил 6 штрафных очков после той игры со мной. Каким образом? Что он сделал тогда? Он меня флеймовал, потом еще пообещал, что он придет ко мне домой и убьет меня. Прикольный. И все, ему дали 6 штрафных очков, теперь он молчит. Незаметно, что он молчит, честно говоря. Что-то не учит его жизнь ничему. До следующего дня типа молчит, а потом... Просыпается другим человеком. Неопытный какой-то, и мы еще надо катапульт с огнем делать. Да, рейдеры, сетка, бетон, нычки. Нитрон подскажет, как нужно это делать. Катапульт, и бетраэдер. Катапульт, и бетраэдер. Катапульт, и бетраэдер, которая длится 60 минут. Я тебе макер ее дам, ты ее можешь поставить на золото, ее пусть все скачивают и молятся на нее типа, о, сокол, бо, ого, ого. Хорошо, так и сделаем, так и сделаем. Я хотел сразу попросить ссылку, но лучше после игры. Или в скайп, сейчас мне просто скинь. Пока не забыли. А, скайп, тоже сейчас. Все равно здесь как бы игра такая, не мегаэкшен, время есть. Тут, похоже, не медведи нужны, тут химеры нужны. Esport, 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 Gale, Gale, Gale. Как это переводится? А, подожди. Смотри, там еще пара комментов. Гайл, Gale, Gale. А, подожди, сейчас я посмотрю. Маус, Гейл, как было? А, Гайл, он пишет то, что электронный спорт это просто супер, типа иронический. А, Долуэ пишет, ну да, Esport это супер, но не тогда, когда ты играешь. Я уже так рад, когда Эрику дадут штрафные очки. Так, сейчас я этот ремплей быстро найду. Я пошлю. Эрик жалуется на лаги, он проиграет из-за лагов по-любому. Сто процентов. Ты посмотри, игру он уже сто процентов выиграл, и потом у него лаг, и потерял всех пионов, потерял всю армию, всех... Все норки, героев. Это только из-за лага. Сто процентов. И сразу видно. Да, жаль, конечно, медведей, да, Лори он делает. С химерами было бы быстрее, по-моему. Да, гораздо быстрее с химеркой. Химеры против бетсов, но все равно их можно, это, тек. Да тут можно было просто перемасить химеры этих пару грейдов. Самое главное, чтобы Эрик эту экспу не поставил. Да не, он даже не будет пытаться, у него не хватит просто. CP, BTP, TP. Так, Майкер, я нашел эту супер игру. Кидай. Как ее послать? В скайп кидай просто. В скайпе? Угу. Перетаскивай его. Сообрази. Вышел за грибу. Я когда не снимаюсь по скайпу, вот так. Смотри, это тебе дошла или нет? В войска вступил. Нет. А, есть. Послал. Окей. Отлично. Все отлично. Тут телепорт делает. Орк. Ну, короче, я. Войс, он и продолжает строить башни. Ненормальный парень, действительно. Угу. И с медведями очень сложно будет это брать. Нереально это с медведями брать, прямо скажем. Ой-ой-ой. Может, все-таки химерки. Он продолжает мишку строить. Но он думает, что Эрик играет на победу, а Эрик уже просто играет. Нет, Эрик играет на время. Да, Эрик на время играет. Как синагога. Не, как сборная Сенегала. Сборная Сенегала играет на время. 7-0 проигрывает, но играет на время. Что он написал? Так. Глауб. В следующий раз он будет играть стандарт. И пишет то, что Долло очень плохо играет. И все такое. Но все равно выиграл Best of 3. Ну, то есть, Долло, одним словом, ничего не умеет. А Эрик это бог, убийца динозавров и все такое. И непонятно, как он проиграл Best of 3, да? Так, по-малаху. Ну, да. От Эрика все знают. Вон. Типа пишет АФК, он уже пишет 20 минут, что он АФК, все равно играет. Боже мой, ну что это за человек? Тут, по-моему, катапульт надо с пяти бараков построить и все. Да. Болист. Ну, или Химер. Так. Я сейчас просто Эрику позвоню, быстро скажу, что он за человек. СОУСИЮ АФК, СИЮ. Блин, вот реально есть такие... Вот за этого я его не люблю. Просто. Да. Да блин, я думаю, Долориан, кстати, не впадло поиграть. Если он уже знает, что он выиграл. Ну да. Самое главное, чтобы не было дисконнекта у Долориана. Но хотя эта игра уже 100% победа для Долориана. Да тут ему дадут победу. В правилах, в правилах есть то, что если игру тянешь специально, дают еще штрафные очки. Ну вот, он мазболисты будет делать. Да. Баракин, мы не пробили ухо. Сарик, клиповый сейчас, мог бы сейчас Арбу передать, и он намного бы с тебя позаконит. Ты прям, я не знаю, заразился этой идеей, да? Отличная идея, фишка. Если бы это каждый делал, тогда эльф был бы еще больше имба. Ты, наверное, чем больше о ней думаешь, тем больше тебе кажется, что это имба, да? Да. Да, идея фикс. Одержимость. Задумайся, какая разница между тем, что ты одного гранта бьешь по очереди тремя героями, или трех разных грантов, урон будет один и тот же. Единственное, что, конечно, плохо случшено. А если всего там один грант стоит? Ну, если всего один, а у тебя три герои, то, по-моему, мучиться с передаванием арбы не имеет никакого смысла. Да, ну это красивее. Сейчас нападать собирается. Да, конечно, это не самая удачная идея. Да, я это понял, по-моему. Сейчас Эрик что-нибудь напишет. Ну, это момент, когда нужно что-нибудь написать. Да, он ушел, по-моему, реально ушел. Да? Похоже. Да нет, ты че, это Эрик... А че он шипы не сделал? Три уровня шипов. Да, медведь бы, конечно... Шипы... Салонов еще. Ну, щас с баллистами убьет. Ну, медленно так. Да. Печаль вообще. Так, я пойду сразу админу, скажу, что Эрик тянет время, чтобы ему дали штрафные очки. Да он тут уже... Очков нахватал, по-моему, хватит ему на бан три раза. Но... Кстати, большинство людей проголосовало за Варкрафт, а не за Старкрафт. То есть, Старкрафт Ладдер 43%, Варкрафт 57%. Так что, Варкрафт победил. А мы провели небольшое голосование как раз, причину, почему сайт так упал. Что делать? Смотреть дальше ESL игры или... Мы будем смотреть, или, соответственно, играть в Старкрафт 2 Ладдер. Вот, соответственно, будем смотреть ESL. Скорее всего, тогда загрузим мы... Марин 1.0. Что это? Сок... О, Эрик опять обещает, что он меня убьет. Отлично. Верси. А... А он в вырке уже общается. Ай, молодец. Лу, Шедухантер вышел. Давай, поплыми его. Сейчас можно героя поджать. Давай, 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 давай. Скажи, скажи им еще что-нибудь. Моноберн Шедухантер минус. Отлично. Скажи, зря герой отдал. Нуб. Не, Эрик сейчас в РС это флейм эвейт. Он всех обещает убить. А, отлично. Скрины делает сокол, говорят, лично видимо. Видимо, да. О, нет, блейддаун контроли тоже. Видимо, сообщение с Шо-духантером. Да, да, он все за РС. Не все, блейдмастер не уйдет. А, нет. Нет, его сам отпустил, Эль. А зря, кстати. Потому что он может реально потянуть много времени. Пусть тянет, пусть тянет сколько хочет. Чем больше он тянет, тем больше штрафных. Может его выкинут из ZPS даже. Хотя это было бы жалко, потому что тогда мне 50 евро не заплатят. Отдает стол, он их специально, лимит чистит. Ну, я думаю, ему 10-17 тысяч хватит, которые остались в шахте, чтобы убить. О, он написал GG. А что дальше? О, он теперь типа манеры. Это он пишет Good Game, прежде чем... Он не хочет тянуть время, а то он получит штрафные очки и написал то, что он любит Теллориена. Классно. У него явно раздвоение личности, однозначно. Прикольно. Следующая игра... А, это третья была игра, да? А, отличная, Эрик, ты играл. Ясно. Давайте тогда вот сюда вот все зайдем и продолжим смотреть стрим с ESL. Вот это вот я в скайп кинул обоим. А эту игру я сейчас стрим остановлю для того, чтобы выложить, потому что прикольно.